Здорово, 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 ребят. Всё, поехали, ребят. Опа-на, ребят, а вот это транса даже. Любительский турнир в этом турнире, получается, если ты занимаешь первое место абсолютно категории, выиграешь. В каждой категории ты получаешь профессиональную карту. Так что, ребят, профессиональную карту, как вы видите, не так сложно получить. Зачем тебе нужна про карту? Чтобы выступать на высочайшем уровне? В любом случае, форма твоя должна быть высочайшем уровне. Вот, это уже такой уровень более высокий. Смотрите, ребятки, какие выше. Это уже 212 фунтов или что? Это вообще за категория интересная. Посерьезнее, ребяточки, да, уже вышли. Самое главное, мы ждем, понятное дело, наших ребят, классик физика, ребят. Я думаю, вряд ли я не сможешь найти эту трансляцию еще, потому что он даже денег стоило, я вам скажу, больше. Ну, трансляция отличного уровня. Вот я с таком удовольствием купил бы трансляцию, если бы такого качества, а мне не как на Олимпе. Ребят, у нас 3 спортсмена, я так понимаю, будет. Получается, у нас там будет Андрей Кожакай, Романов, Денис, я знаю точно. Я знаю, что будет Дмитрий Воротынцев. Каждый победитель каждой категории будет получать, ну, проход на Олимпию. Когда будем служать Роману, можно не сдерживать себя в выражении? Сто процентов. Ребят, я всегда говорю правду, ребят, вы же знаете меня. Вот какая бы она, и я хочу, когда про меня говорят, говорили только правду. Ну, зачем льстить, зачем какие-то, о, это же, это мокшен, ребята, это же мокшен, это же наш парень. И это наш парень, и это наш парень. Вячеслав Мокшен, он недавно гневный комментарий мне написал на ютубе. А, по мне, он отлично выглядит. Сказал, как Амия Лимп еще работать, и работать. Ладно, и мне, он такой, мотивационный минус, сказал, года два-три надо. В общем, я с тобой, наверное, мечтав, согласен, отличная форма. Ну, вот у него все равно, и все равно, вот, определенный дисбаланс между низом и верхом есть. Вот у него и пицца с бедра, конечно, замечательные, вот эти пицца с бедра хорошие, все остальное. На полнуюсь грудная клетка, ширина есть, это, да? Но все равно у него здесь баланс между верхом и низом. Это вот, мне кажется, ему вот это, над этим надо работать. Очень хорошее качество, я смотрю у него. Не знаю, ну, Вячеслав, по мне, здесь был лидером. Однозначно. Ну, мы, конечно, ребят, ждем профессиональную лигу, это любительская лига. Очень странно, что маленькое количество участников. Ну, здесь, если честно сказать, выигрывает парень, который в середине, он на Мэнси-Зика больше всех похож. Была категория Мастерс, теперь категория Мэнси-Зик-Ни-А. А, у них есть три категории, A, B и C. Типа по росту A маленькая самая, потом B средняя и C большая. Там есть определенные ростовые цензы, но из-за этого, я думал, был очень удивлен, почему так мало спортсменов данной категории. Здесь уже некоторый уровень участников очень неплохой. Это, ребят, первый колаут. Соответственно, это ребята, которые даймут места с первого по шестого. Шесть человек вызвали. В NPC-лиге, когда идет сравнение, всегда лидеров ставят в центр. Запомните раз и навсегда. Кто в центре, тот лидер. Тоже запомните это. Потому что там очень важно, что скажет главный судья. А главный судья сидит по центру. Ну, ребята, если честно сказать, там лидер один. Я вижу тут лидера, я думаю, он победит. Лидер номер 38. По мне, это лидер категории. Да, номер 38. Почему Мокшин? У него фамилия не Мокшин. Мошкин, ребят, Мошкин, Владислав вообще. Ой, извиняюсь, Владислав, извиняюсь. Когда на сцену примерно выходить, ребят, ну, а где был май месяц, ребят, май. А так посмотрим, ребят, посмотрим. Сейчас пойдет. Я никуда не спешу. Я никуда не спешу. Четко, плотно идут цели. О, нифига себе, тут парни, вот этот, вот, 139-й мощный. Вот это хоро, 139-й. Очень красиво, очень красиво крепление мышц. Ну, играть, мать, 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 мать. Ног вообще нету, на. Но он выиграет, ребят, 139-й тут будет лидером. Смотри, ширина плечевого пояса. Просто пиздец. Красиво стоит вообще, отлично. Потенциал очень хороший, парни. Ну, мышечный масс, понятное дело, не хватает, но это любители. Здесь все-то нормально. О, нифига себе, это из России, парень, я точно знаю. Это будет тоже из России. Ну, и там здоровый гибли, блядь. 126-51, свеч. 126-51, поменяйте с местами. Ребят, не забываем лигер всегда в центре. Это нет, это физики как раз NPC лиги, они так и должны выглядеть. Вот это NPC лига, но вот этот, не заслушанный, а вот по центру, 51-й номер, наверное, победит. Да-да, я думаю, вот из Санкт-Петербурга, по-моему, я не знаю, как фамилия его, имя. Я знаю, что из Санкт-Петербурга. Низ живота, ребят, убирается комплексом мероприятий, инструментов тренировочного процесса, питания, тренировки, добавки и так далее. А низ живота это все лишь просто место, где у тебя откапливается больше жира, вот и все. Тут уже это однолюбители, вы знаете, да, мы женские категории так, не стильно, не смотрим туда. Не, они разбирают в них, и из-за этого, ну, я тренировки не могу. Не, ну, весь момент такой, что и самое главное, чтобы им нравилось, ребят, что вы обсуждаете? Самое главное, чтобы им нравится это все. Все это фрикавость, но небольшая, будебилдик, это тоже фрикавость. Он что на женские категории смотрит, неинтересно. А вы мой ролик смотрели, царский олевский лайк ставили уже, вы комменты почитали? Ты жирный, какая у тебя олимпия? Бля, думаешь, ебаный рот, блядь. Ну да, это же так происходит, ты, нахуй, сразу и набрал вес, и сразу, блядь, и сразу и сухой, и вес сделал, блядь, и позирование, и все. Ну, просто думать, если вы думаете, что я чиствешник, это, конечно, ну, это жесть, блядь. Короче, смотрите, ты, на сколько сольешь, когда высушуешь, ну, конечно же, солью, в любом случае, когда ты готовишься на соревнования, ты сливаешь, ты сливаешь определенный процент и мышечный, и мышц. Задача основная, какая этапа формирования, это максимально снизить процент жира и оставить мышечную массу. Это задача такая. Видите, красавчик, ну, вот за это царский олевский лайк, ребят, вообще, за вашу поддержку, всем огромное спасибо, ребят. Спасибо, что верите, спасибо, что болеете, подписывайтесь, все социальные сети есть, смотрите, трансляции, это, конечно, очень приятно. Так, твой выход на сцену больше, чем возвращение подбуханного батя, но это вообще супертоп коммент. Ебать, ЧСВ шкалит, какая тебе Олимпия, тебе бы в Москву выиграть для начала, ребята. Ну, давайте будем честны, Москву я выигрывал, чемпионат России выигрывал, чемпионат Арнольд, классик, выигрывал, выигрывал чемпионат мира, выигрывал коммерческий турнир, где дал, как раз, за что и получил звание BB Pro. И это, ребята, не ЧСВ, я вот про это хотел сказать, это, ребята, настрой, который, ну, когда ты будешь спортсменом, вот когда вот этот парень хоть раз выступит на соревнованиях, он поймет, что такое настрой чемпиона, и без этого никак не победить, и никогда не прийти к какому-то результату. Был дрич, стал жаробас, а мышца-то где? Я всегда оттуда им отвечаю, ребята, все покажет сцена. Невозможно оценить твою форму, когда она не на сцене. Ты не можешь в зале оценить форму. Мы часто же, как часто, мы видим там невъебенную форму в Инстаграме какого-то спортсмена там, ебать. И там такие формы просто, не в рот его чихпых. Смотришь на сцене и вообще хуйня, понимаете? Так вот, форму можно оценить только на сцене. Потому что мой итог – это сцена, когда я буду выступать на сцене. Если я не на сцене, вы не можете оценить мою форму, потому что это называется все в межсезонье. Вот так. Форма на сцене, пожалуйста, если на сцене буду жирным, буду дрящен, я только двумя руками за, чтобы это писать. Мне кто-нибудь объяснит, почему Симкин решил, что он будет на Олимпии 2024 года. Да потому что я там хочу быть, вот и все. Виктор, на массу набрал факт, но вот, это как раз Владислав Мошкин пишет, какой как раз сейчас на сцене выступает. Виктор, ты массу набрал факт, но жирной тушкой и не более того. Дай бог тебе отобраться на Олимпию, но работай еще не на один год. Удачи. Я, Владислав, это и не обсуждаю, но ты же вообще профессиональный спортсмен, ты же знаешь, как это работает. Жирная тушка и не более того. Ну я же и тебе не показываю форму перед соревнованиями, ты же понимаешь. Я тебе показываю форму на пике масса набора, блядь. А Олимпия 2024 года будет в ноябре месяце. Ребята, год практически еще. Нельзя сравнивать, какая ядерная форма стратегии подготовки Дениса и жиротреста Симкина. Не ломайте себе вкус к черту Симкина. Смотрите, ребят. Ну давайте, какая была непиздатая стратегия у Дениса Гусева, он на Олимпии занял то место мимо топ-15. Меня это не устраивает, ребят. Моя стратегия должна быть лучше. Пока я ее не показал вам, но я стараюсь вам показать абсолютно все. Так что, ребят, альтернативную точку зрения, альтернативную подготовку можно посмотреть. Я в этом ничего вижу плохого. И даже если я вам не нравлюсь, и если даже вы не понимаете, не принимаете то, что я делаю, как опыт для вас другой, альтернативной точки зрения тоже хороший. Вот так. Это мое мнение. Где форма? Такая форма у меня есть. Толку-то от нее. Ребята, если у вас есть такая форма, как у меня, я не понимаю одного. Почему вы еще не готовитесь на соревнования? Я бы лупил грудок вместе почаще, а не руки, ребят. Это так не работает. Невозможно делать специализации сразу на все мышечные группы. Понятое дело, что следующим приоритетом будет грудь. Но, как бы я сильно не старался улучшить объем грудака, у меня неудачное крепление грудака. Но вот такой грудак по креплению, он некрасивый визуально. Но позированием очень сильно можно скрыть эти недостатки. И хочется посмотреть сейчас финиш формы и понять, хватает ли... Вот, понятное дело, что добавлять там надо. Но я могу стараться позированием скрыть эти недостатки. Понимаете? Вот про что идет речь. Потому что, ну, сильно все равно отличаться... Какая-то мышечная группа у меня будет лучше. У другого спортсмена другая мышечная группа будет лучше. Все равно смотрится общий баланс тела. И общий баланс намного важнее, нежели, чем какая-то отстающая мышечная группа. У меня намного сильнее отставали руки. И в общем балансе они не контактировали с объемом тела. Из-за этого руки были в большем паритете, чем грудак. Но это нужно понимать. Да, вероятнее всего, смотрите на грудак Криса Барамского и думаете, ебать, куда стимкину, какое... Что стимкину там делать? Но у меня есть свои плюсы. Понимаете? У него есть твои плюсы. И это так и работает. О, кстати, ребята, сейчас забыл напомнить вам. У нас, короче, сейчас супер-мега-акция проходит на БЦАшке. Экстра. На Озоне, ребят. Восклицательный знак Спорт Питт. Приходите, смотрите. Скидка по ПМО-коду СИНКИНБЦА дополнительных 20%. Опа, опа. Ребята, классик-физик, поехали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что за ребята вышли? Смотрим, смотрим. Вот это будет заруба лютая. Так что переходите, смотрите, ребята. Поехал-поехал, смотрим, ребят. Блин, у Дэна Романова спина что-то слабая, да? По факту мне пока больше всего вот этот из Казахстана парень нравится. Вот который второй. Ну не знаю, у Дениса что-то со спиной слабо сегодня, да? Блин, ну не знаю. Дэн говорит, что у него не уставшая форма. Ну по мне уставшая форма сзади. Блин, что за светловато, да, Андрюха? Нету глубины. Не, ну Андрюха слабо смотрится. По мне пока лучше всех смотрится номер 203. По форме. Но мне его позирование не очень нравится. Блин, да не, ну по объемам 203 интереснее смотрится. Не знаю, не знаю. Не сказал бы, что мне вообще понравились наши ребята. Ну, француз этот гладкий какой-то. Слишком гладкий. Китай это неплохо. Ну как это мелковат сверху. Ноги нормальные, сверху мелковат. Этот слишком гладкий француз. Диман тоже какой-то не сухой, да? Диман вообще не сухой. Он тоже очень, очень гладкий. Чтоб он тут гладкий, что этот гладкий. Вообще нету, нету жесткости. Не, ну Диман, нет. Диман глубины вообще нету. Нету пышности, нету пышности. Француз с фронта очень неплохой. Но задние позы слабые. Снимайте, у этого мало ли маленького. Смотри, плавки стриптизерские. Кому-то жесткости не хватает, кому-то баланса не хватает. У каждого свои сильные стороны, у кого-то слабые. Даже интересно будет, кто победит. Диман, ну Диман что-то, блин, думал лучше будет форма. Я за него немножко болел, если что сказать. Презентация, ребят. Андрюш, давай, Андрюха, давай. Долго уже готовится. Долго готовится, уже поцелело его сильно. На, Андрюха, есть еще над чем работать, честно скажу. Вот у него плечевой пояс жесткий. Блин, на ногах глубины не хватает. Слабая поза. Зачем показывать слабую позу? Разъебу. Слабая поза. Вот этот по форме был самый лютый. Вот этот лютый тип. Очень бугристый. Такой прям... Вот тоже, видите, качество со спины маловато. Но жопа жесткая. Бедра не хватает заднего игры, отлично. Да, очень хорошо. Вот пока по форме лучше всех смотрится. Единственное, что не хватает, механизматичности в нем. Какой-то он очень шаблонный какой-то. Денис Романов. Плохо, когда они показывают не полностью. Ну, со спины слабо. Я не понимаю, зачем... И, ребят, я не понимаю, зачем показывать слабые стороны свои? Ну, зачем? Показывай сильные стороны. Вот, показывай фронт. Нет же правил, блядь, что показывать. Ну, вот, красивые поды, показывай. Слабо. Слабо, слабо. Мне не понравилось. Это из Казахстана? Мне форма Дениса не понравилась. Не знаю, почему, но не понравилась. Мне вот по слову не понравилась. У него общая картинка. Нету за что. Вот, у каждого есть какие-то сильные стороны. Есть слабые стороны. Денис Романов, он ровный. Без сильных сторон. У Казаха очень сильно отстает ноги. Китаец, извиняюсь. У него низ очень сильно отстает от веха. Баланс тела слабый. И когда они в Казахстане вставали, вот сейчас он один нормально смотрится, но когда он в Казахстане вставали с другими, он явно выпадал. О, еще один, это тоже наш. Киток, это тоже наш. Я не знал. Это тоже русский. Это казах. Ну, он по объему сильно проигрывает, по мне. Когда вместе они стояли. Ну, сухость жесткая. В, очень слабая презентация. Я мало видел. Почему тебе минута целая дается, но почему ты ее не используешь, блядь. Вот, давай смотрим на Димана. Очень-очень залитый, по мне. Не? Не кажется вам? Ну, вот, конечно, плечевой пояс у него классный, но вот чисто генетика, охуенная на него. Но глубины вообще нету. Почему глубин нету? Слабая жесткость. Сиси воротынство, даебись, я сенхой. Нету жесткости, мне это не понравилось. Чуть как будто надо было лучше подвестись. Ну, согласен, пару сезонов надо. У этого пышная такая форма, да? Но вот тоже жесткости нету. Но вот такой же жесткости выступает. Вакуума нет. Ну, со спины он мне не понравился. Вот понимаете, вот какая, вот он будет суша, он будет меньше в два раза. Ну вот, нужно найти этот баланс. Да не, вообще нормально. Ну, наверное, лидер. Наверное, он лидер. Вот он, знаете, он нашел баланс сухости и... И вот этой дефиниции. Возможно, этого хватит сегодня. Но чуть выше уровня спортсмена, и уже бы не хватило бы. Вот это лидерки-плавки. Мы вот так, блядь, дизлайк ставим. Вот так вот, вот так вот, блядь, Романов стоит. Вот так вот, смотрите, какой он, блядь, хороший. Вот, вот его лучшая поза, блядь. Вот это лучшая его поза. Он смотрится отлично вот так. Когда он расслаблен, блядь. Он сейчас выглядит отлично. Отлично, вот объемный, бышный. Ну, со спины слабо было, да? Ну, давай, покажите нам, покажите нам все. Не надо нам морды показывать. Блядь, что-то трансляция. Вот так покажите нам. Ребят, ну, давайте будем честны. Тут у всех много слабых сторон. Тут очень многим, тут очень многим нужно над чем поработать. Это, ребят, уже шестое, седьмое, пятое, шестое, седьмое, восьмое, девятое место, ребят. У нас, и мимо-кассы, короче. 207 другого конца сравнения. Это первый, второй, третий, четвертый, и остались. Ну, ему 203, и победить, все равно. Второй будет 205, третий будет китаец, а четвертый будет темнокожий. Короче, чтобы продавать, я оставлю, давайте, смотрите, ребят, скриньте, скриньте. 203, 205, китаец темнокожий, кожака, титов, воротынцев, романов и вот этот маленький парень. Да, ребят, это предвариловка в любом случае, но на предварительном судействе обычно уже расставляются места. А на финалах уже, может быть, там, ну, что-то тусуется. Но, опять же, это я, ребят, по предварительному судейству. Сейчас еще пеналит-то будет равный, потому что он зарубил, ребят. Ну, я входит, знаешь, когда Казахал Чат прожал-то 10 раз, он стал лучше. Казах вообще красава, молодец. Форма лютая. Да, я тоже думаю, что 205-й. 205-й сейчас прожал-то 3 раза, или там, сколько там они попозировали, он стал лучше 2 раза. Чтобы он по балансу тела лучше выведет. Давайте, это, как у тебя диагноз форми. Спасибо, джентльмену, вы можете пройти в диагональ. Ну, это будет трудно, чтобы Казахстане побеждает Казахстан. Ну, побежал, поглубже стал. Самое главное, не забудьте подписаться на канал. Все ссылочки в описании, это для меня самое главное. Чтобы вы были со мной, не только на ютубе, на твичей, на выкопе. Продолжение следует...